Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают или просто не успевают доработать законопроекты, поэтому решили отложить. Или какие-то есть еще причины, о которых вы знаете? Ну, помимо коронавируса. В связи с доработкой, кто бы там что ни говорил, ее нет, потому что все поправки, они уже приняты, внесены всеми субъектами, рассмотрены, срок прошел. Я лично при вот всем том, что за последние сутки говорилось по переносу пленарного заседания, меня эта ситуация устраивает по одной простой причине. У нас налоговый период год, и да, бизнес ждет, в каких условиях ему работать. Очень ждет. Но ведь вопрос в том, что если бы мы опустили руки, то уже в мае могли бы эти поправки принять в двух чтениях, но в том варианте, который бизнес абсолютно не устраивал. Сейчас внесены представителями разных фракций, депутатами поправки, которые существенно меняют изначальную суть правительственного закона проекта. Да, на все поправки получено отрицательное заключение. Сейчас идти с опущенным забралом на бой, наверное, не совсем правильно. Этот месяц нам всем надо использовать для того, чтобы совместно с предпринимателями, об этом говорилось в группе «Кировский бизнес» за последние сутки, и с Львом Саламатовым мы общались, с одним из модераторов этой группы. Этот месяц надо использовать для того, чтобы поработать предпринимателям, депутатам, с органами власти, все же убить их в том, что наши поправки должны пройти. Вот я еще раз остановлюсь, там звучало роман, что фракция «Единая Россия», все абсолютно правильно. Но позиция моя и позиция моего соавтора по проекту Федора Киселева, это не позиция всей фракции, это позиция части депутатов, которые понимают проблемы малого бизнеса. И мы должны и будем работать со своими коллегами для того, чтобы тот или иной вариант льготных ставок был поддержан. — А варианты развития событий какой, если получены сейчас отрицательные заключения? Вы за этот месяц планируете переубедить губернатора в том числе? Или коллег убедить не принимать в том виде, в котором были представлены? — Аня, отрицательное заключение не является препятствием, если законопроект соответствует всем остальным требованиям законодательства. Это абсолютно не препятствует этот вопрос. Да, работая с депутатским корпусом, возможно изменение позиции правительства. У губернатора всегда остается вариант не подписывать этот закон, если он будет принят ЗАГС-собранием. Но наша работа в том, чтобы в той или иной форме эти поправки были приняты. — Давайте тогда к сути поправок обратимся. Разные фракции разные предлагали. Я так понимаю, что там есть то, в чем вы сходитесь, те вещи, в которых вы сходитесь. Есть вещи различающиеся, дискуссионные. Давайте каждый, наверное, представит вариант тех поправок, которые вносили фракции. Давайте, я не знаю, Павел. — Да, давайте я, наверное, начну. Мы прилагали поправки. Это в первую очередь продлить данный законопроект действия на 2021 год, не только на 2020 год. Далее отменить полностью все ограничения, так как мы считаем это заградительные меры, такие как сохранение зарплаты на уровне полутора мрот и сохранение численности штата до 70%. Изначально было в редакции 90%, ну, внес поправки в губернатор 70%. Как мы считаем, что абсолютно никакие ограничения здесь не нужны, так как проблема серьезная. И я еще в апреле начинал бить тревогу о том, что незостаточны мер поддержки бизнеса, потому что бизнес находится в тяжелом состоянии, ему надо принимать решение закрываться или работать дальше, как у любого предпринимателя. Я, как тоже один из предпринимателей, всегда составляю для себя бизнес-план. Там текуя расходы предстоящие. И именно еще в апреле, в марте нужно было понимать, будет ли какая-то поддержка, и тогда предприниматель бы принял решение сохранить бизнес. Сейчас прошло два уже месяца, даже третий месяц пошел. Многие уже просто не смогли сохранить бизнес. И сейчас говорить о том, что какие-то ограничения, ну, я считаю, это неуместно. Сейчас даже задача уже поддержать не только существующий бизнес, а даже те, кто откроется вновь, в новых условиях, в новых реалиях. Я думаю, даже для них это будет очень актуально и важно. Поэтому все эти ограничения, ну, они просто сейчас неуместны. Это уже поздно, я считаю, надо было думать об этом раньше. Минус ограничения и продление срока действия, да, вот этого года. А вот именно продление срока на 2021 год, оно чем обусловлено? Ну, я считаю, что 2020 год, это, во-первых, кризис очень серьезный, падение большое. Так, ну, извини, я правильно понял, что они, если будут приняты, вступят в силу с начала этого налогового года, да? Да, все поправки, они действуют с начала налогового периода. Да, ну, я считаю, что, опять же, как предприниматель, что очень быстро не выйти из этой ситуации. И то, что в 2021 году вернутся все обороты, которые были, я думаю, такого не произойдет, потому что 2021 год, он будет очень тяжелый. И, понимая те убытки, которые сейчас принесли предприниматели, не нужно забывать, что в основном все брали кредиты, которые были предложены, которые также надо отдавать. Это, опять же, до просхода, и в 2021 году предпринимателям только... Надо будет гасить долги. Конечно, надо будет гасить долги, и ситуация у них будет очень тяжелая. Так, это Павел Дорофеев. Светлана Шихова, ЛДПР. Поправки, которые мы внесли с коллегой Кустиным, наверное, самые сдержанные. Мы у них предлагаем установить ставки 1,5, соответственно. И исключить третью статью закона, это ограничительные меры. Ну, так же, как... Так же, как «Справедливая Россия». Но мы не исключили из текста законопроекта, вот как раз пострадавшие отрасли, то есть мы их оставили в этой поправке. Но при всем при этом мы понимаем, что все отрасли у нас попали в такую ситуацию, когда нужно помогать бизнесу, поэтому мы готовы, мы вот с коллегами это уже обсуждали, то есть мы готовы поддержать их варианты. Но самое главное, что, понимаете, хотелось бы, конечно, поучаствовать в рабочей группе. Ну, например, вот Бакин даже не известил, например, меня о рабочей группе. Бакин – это его председатель. Да, председатель, да. Вот и меня, и коллегу, я так понимаю, Киселева тоже не известила об этом. Павел Дорофеев был, он был справа на совещательного голоса, поскольку не входил в состав рабочей группы. Вот, но меня просто не известили, но мне вот мое мнение, мне кажется, что председателю надо как-то, наверное, исключить все партийные принадлежности и общаться со всеми. А вы думаете, вас исключили по партийной принадлежности? Ну, я не знаю, мне почему-то так показалось. Может, по-гендерной. Павел, что-то добавить? Это будет еще. Я хотел добавить по поводу пострадавших отраслей. Да, мы тоже предлагали исключить ограничения в виде пострадавших отраслей, либо предлагали вариант создать свой список региональных пострадавших отраслей. Наверное, это было более сельсообразно. Расширить федерацию. Да, конечно. Ну, как сказать, что кто-то пострадал, да пострадали все, как бы косвенно. У нас все в цепочках завязаны, и очень сложно кого-то выделять сегодня. Кстати, вот это предложение по региональному списку пострадавших отраслей я озвучивал на совещании в мае, которое было с участием поликлинических сообществ, на котором и был дан старт пересмотру основных положений изначальных текстов льготных вот этих вот законопроектов по налогу на имущество по УСН. Даже на сайте правительства была поддержка вот этого идеи регионального списка, но пока дальнейшего развития не получила. Кстати, не могу не отметить, большая часть регионов Российской Федерации использует полномочия по региональному списку для сужения перечня пострадавших отраслей по сравнению с федеральными. Как это? А вот так. Вот у меня там аналитика по всем субъектам, и очень многие делают, берут федеральный список, и его чик-чик-чик-чик-чик. И подчистят. Либо текстом регионального закона, либо постановлением правительства, на которое ссылается региональный закон, они список подчищают. А может, тогда и хорошо, что лежит без движения это предложение по региональному списку. Смысл-то ведь был совершенно другой. Да мы понимаем, конечно. Я поднимал этот вопрос по просьбе предприятий, которые занимаются, это оборонка, это производство охотничьего оружия и боеприпасов, которые не работали или работали в граничном режиме, потому что, извините, у нас охота была... Ну, закрыта, конечно. Ну, закрыта, да. Их вообще ни в каких отраслях нет. По СМИ тоже была озвучена полиграфия. Те, кто печатает журналы и газеты, пострадали. Но, слава богу, Миниханов вступился, и в течение суток Мишустин, Миниханов, президент Татарстана, Татмедиа, крупнейший холдинг, я так понимаю, и его интересы в том числе защищались. То есть эта тема прошла. Региональный список он нужен для того, чтобы подаптировать федеральный, не сужая, а скорее его расширяя. Потому что по федеральному списку было сказано около месяца назад, что больше туда вносить изменения, но потом добавили СМИ. Совершенно верно. Так, Роман, ваш законопроект, точнее, ваши поправки с Киселем? Мы всерьез с апреля месяца рассматривали, анализировали вариант внесения того законопроекта, который в том изводе, который внесли СР. На сутки мы опоздали, где-то ждали цифры, считали. Да, в понедельник, уважаемые коллеги, внесли, а даже в кировском бизнесе в чате там чуть-чуть там пожурил, вроде, ну куда же вы, парни, торопитесь там. Мы вышли с серединным вариантом с моим коллегой Киселевым. То есть мы предложили отменить критерии МРОД, потому что полтора размера минимального размера оплаты труда, потому что, во-первых, не все отрасли под это попадают, во-вторых, извините, у нас федеральным законодательством обязанность платить не меньше минимального размера оплаты труда. Не полтора, упаси Боже. То есть аналогичная цифра, кстати, наша есть только в одном законе. Это закон Ленинградской области. Если память мне не извиняет, у них региональный МРОД 19 тысяч рублей. Ну извините, там где Ленинградская область и где Киров? Где Киров, да. Мы понимаем разницу в зарплатах. То есть у нас полтора МРОД и 19 в Ленинградской. Вообще как бы две большие разницы. То есть этот критерий мы предложили снять. 1,5% для пострадавших отраслей. И, соответственно, предложили по образцу соседей наших коллег из республики Коми. Они, правда, сумели при федеральной поддержке для всех сделать 3,7,5%. То есть это по системе дохода и по системе дохода минус расходы. Мы предложили 1,5% для пострадавших и 3,7,5% для всех отраслей. То есть, итого, коллеги, мы накидали для представителей областного правительства 3 варианта движения. Потому что бизнес не устраивает предложенный вариант. Соответственно, мы предложили 3 варианта от компромиссного до бескомпромиссного варианта. Вот выбирайте. В итоге мы все получили отрицательное заключение. Все варианты получили. На самом-то деле, Роман Альбертович, у нас ведь были поправки, которые приняты. Они были внесены, были приняты. Единственная поправка, которая вот сократилась 90% на 70%. А, ну это к первому чтению. Нет, она ко второму была чтению. Она не принята, да. Она ко второму чтению, мы ее будем рассматривать наравне со всеми поправками. Она же была одобрена. Так, подождите, на рабочей группе. Она не получила, стали, отрицательное заключение, да? Нет, он не получил. Это поправка, да, тоже был один из элементов диалога с правительством. То есть снизить вот этот предел. И там еще одна поправка появилась, которая тоже по итогам встреч, которые там у нас были и бизнеса, и с правительством. То есть, а что делать, например, организации, в которых три сотрудника, и в которых один уволился, и у них получается 66,6 как бы. Да, и поэтому губернатор внес поправку, которая в случае, если три было и один уволился, и то, который проходит. То есть мы поэтому с коллегой Киселевым не стали цепляться вот к этому условию там по 70-90 процентам. И вот с учетом этих новых поправок МРОК нам кажется более ключевой отсекающий критерий. Поэтому сейчас вопрос в том, чтобы нас услышали, ведь голос бизнеса, он уже подкрепляется цифрами. Цифры поступили буквально сегодня, вчера. Это итоги первых четырех месяцев по сбору налогов в Кировской области. И как? Официальные цифры на 23 процента или на 4 миллиарда рублей упали поступления, по сравнению с прошлым годом, с аналогичным периодом, во все бюджеты, бюджет региона, местный бюджет и федеральный бюджет. Если по федеральному бюджету ключевое падение это НДС, то есть НДС это показатель вообще товарооборот, там он 53 процента падения, то есть это... Это по Кировской области? По Кировской области 1,6 миллиарда. То по области налоги, они как раз больше показывают там нашу региональную специфику, товарооборот везде упал. Но вот смотрим, НДФЛ упал незначительно, потому что больше 4,5 процента, то есть большая часть предприятий очень ответственно отнеслась и взяли на себя все риски и платили налог. А вот налог на прибыль обвалился на 34 процента, это в консолидивный бюджет, то есть в целом это огромная цифра. То есть там, сейчас точно скажу, сколько по налогу на прибыль, падение 1,2 миллиарда рублей. То есть и 600 миллионов из них, это 8 крупнейших налогоплательщиков в Кировской области. Это к тому, что есть у нас отрасли, которые не пострадали, нет, да все пострадали, даже те, кто в апреле работали. Даже те, кто был системообразующий. А уж по малому бизнесу мы цифре все не узнаем, потому что по упрощенке, ну по спецрежимам падение на 19 процентов уже зафиксировано, да. Но ведь отчетность сдаваться будет позже, авансы и платежи позже, и реальное падение, оно еще будет в лучшем. То есть эту картину мы еще увидим. Здесь ведь вопрос, мне кажется, там, если, простите меня там за такую риторику, если дойная корова заболела, то можно, конечно, устроить ей последнюю дойку решающую, но вопрос в том, кто молоко будет дальше давать. И я примерно такими же аргументами и фразами говорил на совещаниях, там, вот, если эта дойная корова заболела, наверное, ее надо лечить самыми лучшими лекарствами, а не самыми дешевыми. Да, мы прекрасно понимаем, что вот все эти цифры, они не только показывают состояние бизнеса, они еще показывают, что бюджет разваливается по швам просто, да. И в какой-то краткосрочной перспективе, там, месяц, два, три, мы не найдем резервов здесь, мы резервы можем найти только там, на федеральном уровне. И есть губернаторы регионы, которые работают. Мы тоже работаем, 1,3 миллиарда мы получили из 200, которые между регионами распределены, плюс 1,2, соответственно, то, что нам простили по госдолгу. Но этого недостаточно, и, наверное, надо сообщать, искать резервы внутри регионального бюджета, внутри муниципальных бюджетов, для того, чтобы найти возможность сегодня дать бизнесу, поддержать его же собственными деньгами, да, не отбирая часть ренты, дав возможность на эту ренту ему встать на прежние рельсы. Тем быстрее будет экономический подъем, как мне кажется. — Пробовали ли вы в момент внесения поправок и разработки их сконсультироваться с бизнесами на предмет того, насколько их с их стороны, какими будут шаги, если будет принят тот вариант, который не устраивает бизнес? — Я могу ответить на этот вопрос. Ну да, позиция бизнеса, конечно, надеяться, что власть их услышит, но также все прорабатывают вопрос переезда в другой регион, например, Удмуртия, где ставка при переезде 1% для всех предприятий. Но знаю, что многие предприниматели и в чате это обсуждают. — 1% для тех, кто приехал в этот год, я так понимаю. — Первый год, а на следующий год у них будет ставка 3%. — Это по доходам. — Я встать еще хотел добавить про ограничительные меры. Один из примеров, их просто можно приводить, наверное, сотни и тысячи, взять сезонный бизнес, это различные курортные, туристические организации, летние кафе. Те бизнесы, которые в сезон у них страдают, они его не начали, они закрыты. И надо понимать, что они в сезон набирают сотрудников, потому что они не могут сохранить по 2019 году штат, например, на уровне не 70, не 90%, потому что они каждый год его формируют заново. — А как быть такому бизнесу? Он разве не пострадал? Я думаю, он пострадал, наверное, больше всех тоже. Ну, таких примеров можно тысячу приводить, поэтому сегодня разделять там, кто пострадал, кто не пострадал, кто сохранил штат. Ну, я говорю, другим-то не легче сегодня, тяжело всем. Это очень странное разделение. — Нет, ну, если возвращаться вот к образу, который нам предложил вот Роман, да, о том, что это некая корова, которая нас кормила молоком и заболела, и лечить ее нужно лучшими лекарствами, то, мне кажется, самое лучшее лекарство, как говорится, на самом деле. — Наконец-то. — Все вещи, которые ограничивают доступ к этому ресурсу, надо просто убирать. — Тут даже уже позиция, вот я на ЗАГС-собрании тоже когда выступал, у вас уже не просят никто денег, ну, как бы у правительства, хотя президент сказал, что 12 мая он закончился у нас карантин, я так понял, что выходные дни закончились. И дальше он сказал регионам, сами разрабатывайте меры поддержки, вот, например, в июне мер поддержки как такового, здесь вот там по 12-130 выделяли предприятиям, их, например, нету, их уже никто не просит у власти, говорят, просто нам ничего не нужно, ну, не берите с нас, просто хватит с нас обирать, там, снизьте ставку, дайте встать на ноги, выжать и начать вам снова платить налоги. — Вот, просто есть такое мнение, что вот с учетом доли в бюджете, то есть упрощенка нам дает где-то, совокупно это бюджет, районный бюджет области, она дает где-то 3,6 миллиарда, наверное, рублей, а крупняк, он, конечно, там, цифры НДС, там, мы слышали по потере, что вроде малый и средний бизнес, такие одуванчики, там, вот их там скосители, там, сами вымрут. — И незаметно будет. — И потом сами их зайдут еще, да? — Вот вопрос-то в том, что вот если опять аналогиями, сегодня мы ими там говорим, одуванчики-то в одном месте, они исчезнут, так они парашютиками-то в другое место перейдут. Динамика пока, скажем так, по миграции не очень серьезная. — Да, Роман, мы обсуждали, по-моему, в особом мнении, да, с вами этот вопрос, и вы помимо Удмуртии еще приводили несколько регионов соседних. — Ну, у нас вот КОМИ, где у многих киевских предпринимателей, особенно те, кто занимается оптом, продуктами питания, традиционно 3,7,5 для всех на 3 года сделано. То есть, если у тебя там есть филиал, еще адрес просто там, ну, перегистрируешься по адресу, идешь туда. Это, ну, для многих вот эти правила на 3 года, они интересны у Удмуртии, потому что там на 2 года вот вся эта история, да. Но, то есть, мы находимся между двумя налоговыми пылесосами. Пока отсосали эти пылесосы не очень много, то есть 54 предприятия перегистрировались уже в другие регионы с начала этого года. Было 4 в феврале, то есть, соответственно, за 3 месяца 50. То есть, процесс пошел. Люди ждут, люди общаются, и здесь нельзя не отметить, там, если у меня в начале года еще были иллюзии, что как-то удастся там эту Удмуртский офшор как-то победить, да. Сегодня этих иллюзий нет, и корпорация развития Республики Удмуртия работает так, что надо просто всем учиться. То есть, они к каждому в ответ на его запрос в течение 15 минут высылают полный пакет документов, организуют организационное сопровождение по периоду бизнеса, там, и надо поучиться. Где наша корпорация развития вообще Кировская область? Наш режим налоговый должен быть конкурентным, чтобы к нам люди перегистрировались, а не от нас уходить. На самом деле, я, конечно, очень рада за Удмуртию, за то, что они такие находчивые. И, наверное, даже могу порадоваться за наших предпринимателей, которые туда перерегистрируются, но вот эта вот история, она все-таки немножко некрасиво, наверное, выглядит, нет? У соседнего региона отбирать ресурсы. А вот если мы будем думать за соседние регионы, мы не будем думать за свой регион. То есть, вот надо думать за себя. То есть, зубы надо показать. Надо думать за себя. Налоговый режим, если он неконкурентный, и если у соседей на законных основаниях ты можешь там сэкономить эти деньги, а ты их сэкономил, ты их куда? Ты же не в потреблении, ты же в бизнес. Естественно, на развитии их ты управляешь, да. Ну, мы должны сделать такой налоговый режим, чтобы к нам пришли. Давайте украдем у Удмуртии. А возможности-то есть у нас? И, кстати, вот про возможности сейчас заговорим позже, но вот в целом я еще раз, до внесения проектов законов еще до этих совещаний, все региональные законы, принятые к началу мая и уже в начале мая, все проанализировали. Вот любая из мер, предложенных коллегами, сидящими за этим столом, будь то фракция ЛДПР, фракция Справедливая Россия, наша с кислевым законопроект, она в числе лучших региональных практик по России будет. Потому что, как правило, регионы, я уже говорил, сужают перечни, обременяют допусловия, но есть лидеры, есть те, которые вводят, кстати, вот Удмуртия для пострадавших отраслей вела только, то есть у нее вот для своих как-то более тяжелые условия там, чем для... Чем для приезда, но и заманивают, конечно. Но любая из этих практик, она дала бы экономический толчок к выходу бизнеса вот из этой, из периода короны. Да они даже не экономический толчок бы дали, они бы дали просто вот, ну, ощущение какого-то, не знаю, там, психологического подъема для человека, который работает в этих пострадавших отраслях, 48 тысяч. Это ведь люди, которые сегодня ни у кого не просят, они не стоят на бирже. А смотрите, что происходит, вот не могу не сказать, вроде к теме эфира не относятся. Приехал вчера мой коллега, депутат, предприниматель, он говорит, слушай, что происходит? Люди увольняются, потому что пособие по безработице, значит, на семье... Тем, кто уволился, да-да-да-да. ...достигает 20 тысяч рублей, и люди говорят, лучше мы будем за 20 сидеть дома, значит, курить бамбук, чем будем у тебя там за 25, за 26 работать там, потому что вот ничего делать не будем. Что же с этим делать, не знают, но реально люди начали становиться на учет как безработные. И на это тоже деньги нужны, и этот аргумент мы приводили в ходе дискуссии. Подождите, вы говорите сегодня, что бюджет потеряет столько... А сколько бюджет потеряет от пособий, которые надо будет платить? Пособия федеральные? Ну, извините, как бы мы... Разные карманы, пальто-то одно в итоге. То есть по возможностям бюджета, конечно, аргумент, который всем нам привели. И стоимость условная, да, поправок фракции ЛДПР 700 миллионов рублей. Да, 800 миллионов. Фракция, ну, наш пакет, это 1,9 миллиарда, потому что годовой у нас. И по 2,3 в среднем выходит по проекту «Справедливая Россия», потому что у них на два года 4,370 с чем-то там, да. А сколько бюджет Кировской области, напомните, пожалуйста? Бюджет Кировской области 50, там, с лишним, 53, по-моему, миллиарда рублей, но это он был. Мы не знаем, какой он будет сегодня. Конечно, по этому году сложно пока сказать. Вот, вопрос ведь в том, что, конечно, эти цифры есть, но эти цифры взяты по 2018 году. У нас не 2018 и не 2019, мы уже видим, что у нас 2020 вот с таким падением, то есть пойдет недосбор. Досбор этих статей и так не будет, и, возможно, надо встретиться всем, взвесить и рассудить. Возможно, мы сегодня можем передвинуть какие-то расходы на будущие периоды, но оставить эти деньги в экономике. Консультации были у губернатора и у правительства вот за этот месяц, с момента принятия законопроекта в первом чтении, с представителями деловых общественных объединений? То есть, я так понимаю, что они-то тоже поддерживают, ну, вот те поправки, которые будут? У меня консультации были, я могу вам сказать. Роман, Анна, я прошу немножко это оставить, сделать рыв в полторы минуты, а потом к сатуре начнем. Хорошо, полторы минуты рекламы, но вернемся. Продолжаем дневной разворот. Роман Титов, Павел Дорофеев, Светлана Шихова в нашей студии. Мы обсуждаем поправки к законопроекту о льготных ставках по УСМ. Поправки получили отрицательное заключение губернатора, поправки, которые предлагали разные депутатские фракции. Восстановились мы вот на чем. То есть, я поняла, что депутатские объединения, депутаты лично встречались с представителями бизнес-сообществ, да, деловых. А у меня вопрос, а вот власти-то встречались? С представителями бизнес-сообществ? За этот месяц? Перед первым чтением точно встречались. Это я знаю, да, да. Про последующие встречи не знаю, возможно, встречались, но мне неизвестно про это. Я просто пытаюсь понять, с каких сторон идёт давление, и почему люди всё-таки так упорно не хотят поддерживать варианты, которые дадут бизнесу дышать хотя бы. Ну вот на тех встречах, в которых была я, в основном бизнес говорил о том, что дайте нам работать, дайте нам возможность открыться и зарабатывать. Говорили именно об этом. То есть проставки нет? Проставки, да, вот этого не было, но это, знаете, так как уже, наверное, такой бонус. Понимаете, у нас люди очень терпеливые, и руководители вот этих малых предприятий, да, вот этого бизнеса, они реально очень терпеливые, они будут долго терпеть. Они просят, дайте нам заработать, дайте нам возможность, мы заработаем, мы всё сделаем. Мне-то кажется, что тут история была такая, просто тогда отбили принятие в двух чтениях сразу, да, и бизнес как-то немножко отключился от этого вопроса, там типа до второго чтения, и пытался решать вот насущные проблемы. То есть открытие, открытие это в первую очередь, а то, что сегодня должно быть, да, Павел? Ну, я говорю, у нас парадокс, бизнес столкнулся с кучей проблем. Первое, бизнес закрыт, на предприятии кризис, крах, бизнес ходит, выпрашивает, чтобы ему разрешили открыться, бизнес ходит, выпрашивает какие-то льготы по налогам, хотя это, по идее, должно делать правительство и создавать условия. И бизнес при этом ещё должен спасать и искать возможность спастись экономически. Но я считаю, это очень неправильно, должно этим заниматься правительство. Бизнес ещё о людях своих должен думать, о сотрудниках. Конечно, да. Как спасать бизнес, если с утра до вечера тебе надо ходить ещё и выпрашивать, чтобы тебе дали работать, выпрашивать, чтобы тебе дали какие-то льготы, поддержки, ну, это просто неправильно. Я считаю, что это очень неправильно, что это очень неправильно, что это очень неправильно. Ну, я вот тоже представляю бизнес, у нас культура и организация досуга. Ну, представляете, что это такое? То есть мы напрямую заявим от открытия как раз и общепита. И массовые праздники откроются даже не в третью, а в четвёртую или в пятую, то есть в самый-самый последний момент. Неизвестно ещё, будет ли это. Вообще откроют ли в этом году. В этом году, поэтому тоже нужно поддерживать. У меня вопрос. Слушайте, ну, вот я так поняла, что у «Справедливой России» и у ЛДПР позиция фракционная по этим поправкам, да, и голосовать в случае внесения законопроекта в самом жёстком варианте вы будете против? Ну, во втором чтении, когда будет приниматься? Скорее всего, да. Или пока не было? Ну, это также надо, наверное, посмотреть, что ещё будет, да, как это примется. Может быть, какие-то ещё изменения за месяц у нас произойдут, может быть, нас всё-таки услышат и поменяют своё мнение, поэтому от этого будут зависеть наши голоса. Так, а в «Единой России» какая ситуация, Роман? Ну, то есть вы с Фёдором Киселёвым не единственные вот там фракции внутри фракции? Мы не отделяем себя, просто мы считаем, что сейчас такая ситуация, когда мы должны поддерживать экономику, поддерживать бюджет. Я, как представитель, бюджетного комитета, наверное, кому-то очень вот сегодня так бомбит прям, да, что вот Титов на бюджетном комитете, и тут вроде не за бюджет бьётся там. Я считаю, что плательщик первичен по отношению к бюджету. Не будет плательщика, не будет бюджета. Мы это видим уже, разваливается. Поэтому мы с Фёдором не одни, мы там точно у нас есть сторонники, соратники, и мы поддерживаем в том числе и на рабочей группе поддержали все предложения других фракций. Голосовали друг за друга. Четыре депутата, то есть это фракция КПРФ, фракция ЛДПР, Республика Россия, там я как Единорус, мы голосовали за вот эти вот поправки. Иные поправки мы воздержались поддержим. Потому что то, что мы предлагаем, это более широкий, это крепкая рука помощи бизнесу. Я просто пытаюсь вот сейчас понять, как будет развиваться дальше ситуация. То есть месяц, получается, есть до июля. Раз на этом заседании, который будет на следующей неделе, этот вопрос не поднимается. Месяц до июля. За этот месяц. Мы вот сейчас говорим с той стороны, если взять бизнес, этот месяц, бизнес будет продолжать находиться в состоянии неопределённости. То, о чём мы говорили, да. То есть люди в месяц в состоянии неопределённости первое чтение прошло, появилась надежда, месяц проходит чисто, второй месяц пошёл. И вот та же самая, извините, в Удмуртии, та же самая коми, да, они вот просто вот руки потирают. А некоторые думают закрыться или подышать еще. И те, кто думали закрыться или перерегистрироваться или что-то, они в конце концов должны уже принимать решение, а здесь происходит затягивание процесса. Это, мне кажется, очень, вот с этой точки зрения вот эта затяжка, она очень негативна. — Знаете, я ещё добавлю, есть такая поговорка, лучше ужасный конец, чем ужас без конца, так это вот, наверное, здесь тоже уместно. Потому что ждать бесконечно. — То есть определённость какая-то появилась. — Конечно, ждать бесконечно. — То есть понять условия, в которых мы будем дальше работать. — В июле решение будет по-любому, но я надеюсь, что это будет решение правильное, скажем так. — Да, мы тоже на это надеемся. — Есть ли какие-то механизмы, которые можно использовать сейчас бизнесу? — То есть понятно, там, в рамках закона, естественно, то есть не призывая на несанкционированные митинги. — Эти поправки хорошие прошли, да. — То есть что делать бизнесу, чтобы вам помочь, условно говоря, не все равно поправить. — Они могут выходить в одиночный пикет, они могут письма писать, я не знаю, там, самостоятельно или как-то через общественное объединение. — Я думаю... — То есть это общественное объединение может быть выходить на промоке? — Да, конечно, это, во-первых, наверное, самое правильное. Общественное объединение, они хорошо отработали до внесения в первом чтении, они помогли отбить второе чтение, уж давайте честно скажем, да. Потом как-то выключились, на мой взгляд. То есть, ну, там, я общаюсь, понятное дело, там, и с Андреем Вавиловым, и Андреем Усенко, но, наверное, им надо сейчас входить в этот диалог, в этот месяц, использовать всем для того, чтобы на площадке правительства, а, может быть, и законодательного собрания, второе чтение, это наша, там, история, собираться, обсуждать все же и пытаться уже как консолидированную позицию доводить до власти предложение бизнес-объединения по поддержке тех или иных инициатив. — Павел, поддерживайте. — Амбудсмена вот только что-то не видно у нас. — Амбудсмена не видно, да, действительно. — Это Владислав Попов. — Хотя он был у нас на рабочей группе. — Был, на рабочей группе. — Какие-то предложения, да, Габриил, обращайтесь. — Я считаю, что тут и власть может организовать какие-то встречи с бизнесом и сами проявлять инициативу. — А власти-то это надо? — Ну, а кому это еще-то надо, в первую очередь? Они люди, которые работают, получая зарплату именно для того, чтобы создавать условия жизнедеятельности на территории нашего региона. А кто еще-то должен этим заниматься? Когда нужно провести какие-то публичные слушания, их легко проводят, когда нужно что-то для правительства. А почему нельзя провести какие-то слушания предпринимательства? — Потому что в глаза будут говорить неприятные вещи. — Ну, а что делать-то? Кому сейчас приятно? Ну, это мы же сейчас опять говорим про нашу позицию. Но я говорю, вот, зять, это же чат, вятский бизнес. Там уже предприниматели пишут, там, общепит, там, летнее кафе. Поздравляем вас, молодцы, что отстояли. Так, теперь фитнес, ваша очередь, выходите на пикеты. Они уже считают, что только пикетами можно пробить ситуацию. Но это разве правильно? — Это точно подмечено. То есть, вот, сложилась интересная динамика, что вот вместо диалоговых форматов, ну, то есть, вот мы встретились и обсудили, которые превращаются в итоге в монологи, да. То есть, бизнес сегодня искренне уверен, и это работает в том, что ты выходишь с пикетом, привлекаешь внимание федерации в том числе, и ты добиваешься своего... — Все федеральные СМИ, работающие в Кировской области, требуют новости о пикетах, и они всегда идут в топ у них. — Соответственно, для того, чтобы пикеты ушли, должны быть другие диалоговые форматы тогда. Соберите фитнес-индустрию, только поговорите с ними, то есть, вот, за круглым столом, с равнозначными гранями, да, во главе, там... — Ну, вот вчера как раз мой коллега Костин встречался с представителями этой индустрии. — Фитнеса, да? — Да, фитнес. — Они просят открытие хотя бы 23-го числа, хотя бы как в Москве. — Хотя бы как в Москве, да. — Потому что никому непонятны эти безумные ограничения, да. — При том, что, как они объясняют, что мы готовы все абсолютно выполнить, что у нас требуют новости. — Но если наш Роспотребнадзор не придумает еще чего-нибудь, типа тест подкажет. — Они и раньше... — Роспотребнадзор, все его требования имеют рекомендательный характер. — И они, кстати, предупредили, что штрафовать не будем за несоблюдение рекомендаций. Все вот эти вот предупрежденные. — Можете, добавлю? — Добавлю. — Если взять, например, общественное питание, ну, это те предприятия, которые, в принципе, всегда соблюдают санитарные нормы, и они заявляют, что мы готовы все соблюдать. Я вообще считаю, что все равно это ведь важный вопрос сегодня, карантина, и статистика должна каким-то образом и отслеживаться, там, откуда пошла вспышка. Я вот не хочу сейчас ничего говорить, но у нас затягивается открытие полноценного общепита. Откроют его, например, там, в конце июня, примерно параллельно, когда пройдет Конституция. Например, будет какая-то вспышка, как потом можно определить, кто в этом виноват? — На избирательном участке, в этом члене или где-нибудь в кофе. — Да, кого? А чипит потом в этом обвинят, что ли? Ну, это тоже немножко пугает, на самом деле. — В чате кировский, вятский бизнес. Кстати, Владимир Журавлев, депутат городской думы, говорит, браво, Дорофей, браво, Титов, браво, Федор Киселев, браво, ЛДПР. — Кстати, вот еще хорошая история, когда в отсутствии иных форматов взаимодействия появился некий новый интернет-телеграм-формат, в котором предприниматели пусть читают много, 702 участника пишут намного меньше, но люди обсуждают проблемы. — Так очень плохо, что это ушло туда, в телеграм, почему это не на площадке правительства. — Это как инструмент объединения и консолидации позиций, это работает, это круто. — Но это людей-то объединяет, то есть люди-то умеют объединяться, вопрос-то ведь в том, что люди сами по себе объединяются, это энергия. — Аня, вот по фамилиям людей, которые появлялись в чате, я знаю, что его читают пятые и другие этажи соседнего здания. — Я тоже знаю, что читать-то они читают, так они не читать должны. — Администрация президента читает, полпресс читает, с вчерашнего дня читает и аппарат правительства Российской Федерации. — Они не читать должны, они должны всех этих людей собирать на своих площадках и обсуждать их проблемы открыто. — Так мы об этом и говорим. — Об этом и говорим. — То есть в отсутствии их формата бизнес создает свои форматы. — То, что сегодня бизнес в чате пишет, что там ребята молодцы, отстаяли, теперь выходите вы на пикет, мы как дальше-то будем жить? У нас у бизнеса какого будет доверие к власти, если они теперь будут убеждены, то только если мы сами сможем пробить, сломать эту стену, то мы чего-то добьёмся. — Как они надеются, я не думаю, что у них потом будет убеждённость в том, что власть о них думает, и сама что-то когда-то для них сделает и поможет. Какого будет доверие, как дальше жить и работать, я не понимаю, почему они об этом не думают. И говорит сегодня, почему предпринимательства сами, как вы говорите, не выходят на власть, не предлагают проводить встречу, почему должны это делать? — И я про предпринимателей не говорила, я как раз имела в виду, что власти должны это организовать, потому что они заинтересованы прежде всего. — Речь шла в том числе и об общественных объединениях предпринимателей, функции, которые ходят, выстраивают этот диалог в том числе. — Уставные обязанности. — Коллеги, давайте уж скажем точнее, мы-то ведь тоже власть, и мы-то работаем с этим бизнесом, и встречаемся, и как раз выражаем как власть. — Ну хорошо, я исполнительная власть, ладно, сделаем уточнение. — Она у нас одна минута осталась, наверное, как-то резюмировать нужно. — Я бы хотела просто спросить, к какому моменту примерно станет понятно, в каком виде вот этот вот законопроект по льготам будет вноситься ко второму чтению. — Выставлено за на второе чтение, вынесен, вынесен. Сколько займет вот все это согласование примерно? — Согласование чего? — Ну вот этих вот позиций с правительством и с бизнесом. — Или вот в том виде, в котором он сейчас... — Детлайн — середина июля, когда будет последнее весеннее заседание, весеннее сессии ЗАГС Собрания, до этого времени, собственно говоря. — То есть до середины июля еще можно бороться? — Бороться можно до рассмотрения этого вопроса на пленанном заседании, и после того как, потому что даже после принятия закона мы имеем право вносить поправки в него. — Роман Титов, Павел Дорофеев, Светлана Шихова были в нашей студии. Спасибо большое, первый час разворота завершен, затем мы будем следить. Спасибо. — Спасибо. — Спасибо.